Латвийское гражданство Каспаров не посылал, а отправил лишь письмо отдельным руководителям парламентских фракций. Но президиум Сейма, очевидно, воспринял это близко к сердцу и поручил Комиссии по сплочению общества это письмо всё же оценить. Президиум прислал, поэтому мы сегодня будем работать с этим заявлением. Какое решение примем, не могу вам сказать. Понятно, что с точки зрения закона нужно было бы писать адресат Сейма. То есть это было бы правильно и корректно. Здесь по-другому сделано, однако в сегодняшней повестке дня этот вопрос включён. Итогом часового заседания Комиссии Сейма по сплочению общества стала просьба Комиссии внести в заявку, которая заявка-то и не является, ряд дополнений. Мы информировали заявителей, как следует дополнить их заявление, чтобы Сейм смог его рассмотреть. Необходимо приложить описание хода жизни Каспаровой и ещё ряд формальных вещей. Это первый такой случай за долгие годы, и нам необходимо определить процедуру, как этот вопрос решить в Сейме. По словам же представителей Каспарова в Латвии, они осознанно письмо Гроссмейстера направили не в Сейм, а лишь отдельным фракциям, чтобы все депутаты с ним ознакомились. И когда вопрос дойдёт до голосования, ни для кого он не оказался сюрпризом. Если идея о присуждении гражданства Латвии Каспарову придётся по душе как минимум 10 депутатам Сейма, то и они вправе инициировать рассмотрение вопроса. И тогда уже Сейму предоставят всё необходимое. И описание хода жизни, и подробные заслуги Гроссмейстера перед Латвией, на основании которых он и претендует на гражданство. В самом заявлении, которое написал Каспаров, и любой человек, который будет, например, идти этим же путём, заслуги писать невежливо. Дурной тон. Сам человек не может себя хвалить. Но, слава тебе Богу, что в нашем Сейме уже нашлись депутаты, у которых не короткая память. И которые вспомнили о том, что начиная с 1985 года Гарри Кимович очень серьёзно и очень решительно, во-первых, он осуждал советскую оккупацию Латвии, а во-вторых, он очень активно в 1990 году боролся за независимость балтийских стран. В Сейме же о заслугах Каспарова перед страной пока говорят сдержанно. Особых заслуг, о которых говорит закон, я в данном заявлении не вижу. Я тоже в шахматы играю. Я не вижу заслуг. Может быть, то, что у него жена вывела, гражданка, это единственная заслуга. Несмотря на это, известно, что одна из десяти необходимых депутатских подписей, чтобы вопрос Каспарова начал рассматривать Сейм, уже собрана. Подписался Карлис Креслинч от Национального объединения.